Приветствую всех! Вы смотрите передачу о реновации и промзоне Москвы. И вот это второй Грайбрановский проезд. Там был сзади Рязанский проспект. И здесь в Рязанском районе на юго-востоке Москвы строится большой жилой комплекс, целый жилой микрорайон, который называется квартал 2119. То есть это строится 21 жилой дом на 19 гектарах. Вот так это расшифровывается. Это станция метро Стахановская. Которая была совсем недавно открыта. В 2020 году, полтора года назад ее открыли. Весной 2020 года. Ну и, кстати, в том числе и для обслуживания вот этого нового жилого комплекса, который действительно, конечно, такой большой человек себе представляет. Здесь вот, видим, эту улицу тоже тут все обновили. Пространство, трава вся выгорела, как часто бывает с искусственной травой. Вот. И здесь также хотят проложить бульвар. Ну, по сути, отчасти он уже и проложен вот как раз со стороны этого микрорайона жилого. Вот. Ну, а здесь проходит справа ветка железнодорожная. Ну, уже малодействующая. Когда-то она вслужила промышленным предприятием. Это в этой промзоне Грайбарнова. Вот. И, в общем-то, ведет она от станции Перова к станции Бойня. Ну, по сути, уже Бойня не работает давно, станция. Ну, Перова пока еще работает. Но, в любом случае, ветка эта мало сейчас задействована. Небольшое движение к станции Новопролетарской, Старопролетарской все-таки есть. И этот жилой комплекс, как видим, представляет из себя многоэтажки высотой, ну, в среднем они 17 до 24 этажей. Ну, есть даже 9-этажные дома. Ну, их, как мы тоже видим, они там чуть глубине, они тоже видны. Но их немного. А в основном это, в общем-то, этажи от 9 до 24 этажей. Это такая основная этажность этого жилого комплекса. Вот. То есть он строится на части промзоны, где раньше находился машиностроительный завод «Молния», который производил корпуса атомных бомб, а также оборудование для атомных электростанций. Ну, и в целом, вот, еще такой оборудование для силовых ведомств. Это, кстати, еще пока не снесенная плодовочная база «Кузьминская» уже в Нижегородском районе Москвы. Это Москвы. Граница двух районов проходит, но сам жилой комплекс находится именно в Рязанском районе. Вот. Так что вот эти два завода снесли. Да, этот завод, машиностроительный завод «Молния» снесли практически полностью. Уже на красной его территории построен этот комплекс. Был большой стратегический завод, почтовый ящик, военный завод был фактически. Вот. Его закрыли в 2015 году. Ну, и сразу после этого фактически началась застройка. Кроме того, здесь также находился еще один завод по фасовке поваренной соли, который назывался «Мос-Соль». Вот. И вот все мы покупаем соль в магазинах. И вот, собственно, фасовали ее в эти вот пачки. Она же в пачках продается, да, правда. Вот. И вот сам именно здесь вот как раз на предприятии «Мос-Соль». То есть не производили, конечно, а именно фасовали. Вот. Но нет еще этих предприятий. И теперь здесь, видите, появился еще один очередной жилой комплекс. Ну, вернее, скажем так, он еще пока строится. То есть вот эти дома уже, как мы видим, построены. Но еще в глубине, там он же еще в глубину идет. Практически до Стахановской улицы доходит туда дальше, в глубину. Там еще строительство пока продолжается. И оно будет продолжаться вплоть до 2024 года по плану. Ну, где-то 23-е, середина 23-го, начало 24-го, где-то так. То есть, грубо говоря, еще примерно где-то 2,5-3 года он будет строиться. Ну, где-то так. Вот. И вы видите, так вот они как бы, этот вот жилой комплекс идет как бы блоками. Вот это один блок, вот этот, который слева, да. Вот это второй блок, третий. Ну, и как бы такие вот блоки, то есть они представляют собой как бы такие вот 5 всего блоков, которые представляют собой такие как бы закрытые каре. Да, каре, и внутри них находится двор такой. Ну, естественно, двор фактически без деревьев, практически пустынный. Ну, конечно, с небольшими там детскими площадками, спортивными, это понятно. Но, конечно, понятно и то, что здесь, в общем, жить, конечно, весьма некомфортно. Ну, потому что, во-первых, как мы видим, практически нету зелени, она отсутствует. И все, так сказать, разговоры по поводу создания бульвара, это все, конечно, вызывает больше смеха. Ну, потому что, ну, какой тут бульвар, если деревьев практически нету, да. Естественно, будет бульвар 21 века, где будет одна плитка, искусственная, выгорающая практически сразу зелень, газоны вот эти, да. Небольшие деревца такие маленькие, малые формы архитектурные, скамеечки. Ну, собственно, вот и весь бульвар во многом. Искусственное освещение, к тому же там светодиодное, ну, в общем, все такое. Ну, видите, форма домов, она разная, облицовка тоже разная. Есть панельные дома, есть монолитно-кирпичные, то есть по всякому. Отделки тоже разные, площади разные. Цены здесь начинаются примерно от 9 миллионов рублей. Но это самые дешевые квартиры, где-то в районе около 30 метров. Вот, если не брать студии, а все-таки однокомнатные квартиры. Ну, а так, в общем, верхний потолок где-то в районе 20 миллионов рублей стоит. То есть разброс достаточно большой, но все равно где-то минимум это 9 миллионов придется отдать. Ну, понятно, что будут тут где-то 3 детских сада, будет школа, конечно, будет всякие торговые центры. Ну, в целом многофункциональные центры, да, со всякими услугами. Будут, конечно, и паркинги, потому что предполагается, что будет двор без машин, такая вот концепция. Вот, это все понятно. Куда-то же надо все равно детям ходить. Иначе ни один район не выдержит. А те школы, детские сады, торговые предприятия, которые есть уже в этом районе, естественно, они не резиновые. И там уже столько, конечно, народу они не смогут охватить. Поэтому, да, будет, конечно, куда-то свое. Но, с другой стороны, жизнь здесь, конечно, довольно некомфортная. Ну, вот еще остатки промзоны. Там, фактически, уже ничего не работает в этой промзоне. Ну, я о ней рассказывал, так что вы можете послушать еще этот обзор промзоны Грайбаранова. Практически тут уже мало что работает. И постепенно все застраивается жилыми домами. Там, по той стороне тоже, в Нижегородском районе, строится жилой комплекс «Среда». «Среда» тоже давно строится, уже рекламируется. Сейчас там еще комплексы строят. По-моему, «Профит» и еще какой-то комплекс «Авилон». «Байсайт» как-то вроде так называется. Ну, туда уже, ближе к Рязанскому проспекту. Так что это на территории бывшего Карачаровского, в основном, завода механического. Ну, в общем, так вот, видите, выглядят дома. Уже во многом построены, потому что строительство идет, как я уже сказал, с 2015 года. И вот уже, грубо говоря, около пяти лет все строится здесь. И за пять лет сейчас анализе, как все построили, сколько домов и зверей. Видны паркинг там, паркинги тоже есть. Так что машина здесь вот рядом паркуется. Ну, они все-таки именно по границе, да, этого жилого комплекса, а не внутри самого комплекса. Внутри предполагается машина не будет. Это прямо рядом с железо-дорогой. Но благо для жителей, что она практически не действует. Так что от нее как раз шума, в общем-то, практически никакого не будет. Ну, небольшие маневры производят. Там тепловозы иногда. Ну, какие-то небольшие перевозки, там, железо-грузовых вагонов. Но они очень небольшие. А главное, конечно, это автомобильная магистраль. И, в общем, Рязанский проспект, конечно, не вот этот. Второй Грайбрановский проезд. Рязанский проспект. Это, конечно, главные шумовые такие вот раздражители. Но самое главное, это, конечно, то, что здесь очень большое уплотнение. То есть я действительно настоящий человейник. И жить в нем само по себе некомфортно. Не в плане даже окружающей обстановки, которая, конечно, тоже не акти какая. Но все-таки бывшая промзона как-никак. Но самое главное, это именно то, что, конечно, очень большая плотность населения. Просто буквально на один квадратный метр очень-очень большое уплотнение. Ну, вот так вот выглядит на сегодняшний день жилой комплекс квартала 21.19. И строительство их продолжается. И, в общем, постепенно застройка промзоны тоже продолжается. К сожалению. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...